Здравствуйте подписчики моего канала, зрители данного видео. Свиноматка наконец-то у нас цикл закончил свой. Мы продали вчера поросят. Кстати, в следующем видео, кто хочет, может посмотреть, сколько заработали с этого всего. И решить для себя, выгодно ли заниматься свиньями. Там будет такая, ну уже с деньгами, так скажем, живыми подборка. В общем, смотрите, после того, как свиноматку мы отучили поросят, она на пятый день должна загулять. Пятый, седьмой день. Соответственно, мы ее должны подготовить к этому всему. В первую очередь мы ее проглистуем. После того, как она будет случена, глистовать ее не стоит. И будем использовать альбиндазол в порошке. Самый такой безопасный, самый простой в использовании, самый легкий. И, кстати, очень действенный, практически, ну там против большого количества, круглые, большие, повылазят на ура. Такие, как дождевые черви. Значит, расход 1 грамм на 10 килограмм вес. Все написано на упаковке. В принципе, ничего сложного нет. Единственный момент, обязательно хорошо перемешайте. И лучше проводить проглистовку с утра. На утром она как бы голодная, на голодный желудок все съест хорошо. Плюс еще, смотрите, норма где-то процентов на 70, процентов 70 от положенной нормы. Ну вот, а у нее положенная норма. Два вот таких, две вот таких мыски, а мы ей дали полумыски. Пусть хорошо все съест, чтобы все полностью выявилось у нее хорошо. Еще один момент. Передозировки практически никогда не бывает. У маленьких поросят, возможно, реакция. Но я не помню случаев, чтобы они сдыхали. Ну, поросят в месячном возрасте глистуют. Было, у знакомого было, пожрали, пена пошла, попадали. А потом повставали и нормально все, отходили, короче. От альбендозова не дохнут. Ну, естественно, если не сделать им передоз в шесть раз, елки. А если вы так делаете в два раза больше, то ничего страшного не случится. В общем, все равно дозировку надо учитывать. На глаз так определили вес свиньи, накидали альбендозова, размешали, тщательно размешали. Потому что, возможно, я же говорил, знакомый, я говорю, а что там, может, просто попало неразмешанное было. А не, мешали хорошо. Ну, скорее всего, неразмешанного хапанул поросенок. Потому что, ну, как бы странно, там, один пена пошла, а остальным было пофиг. В общем, все, сейчас пойдем высыпем и посмотрим, как наша свиноматка пойдет на новый круг. Перед случкой мы повторим эту операцию, чтобы яйца глистов тоже вылупились и получили дозу своего яда. И, соответственно, она очистилась по максимуму, очистилась от вредителей. Ну, все, пошли давать. Итак, вот свиноматка, которую мы сейчас проглистуем, видите, она тщательно убирает дерьмо после курей. Вот они больные на голову, вот у них тяга куриное говно есть. Это кошмар, просто. Ну, куда ты лезешь? Сейчас мы ее загоним. Пусть она уже нагуляется одна. Наконец-то она освободилась от своих кровопийцев. Вторая, вот, зараза. Не подходи ко мне. Иди отсюда! Иди отсюда, сказал. Вот же сволочь, а. Крошки срач. Ну, ничего. Деньги не воняют. Все, пойдем сейчас загонять будем. Так, воно, чтобы она, блин, не обтерлась. Так, давай на место пошли. Давай-давай! Травку они любят. О, хапоцарапалась уже здесь. Давай место. Место! Идет потереться об хозяина. А ну, здесь падла. А ну, иди отсюда. Пошли! Худюще! Идем, гулять будешь? Еще момент, когда сильно худают, возможно, что сразу и не это самое. А ну, ткни ее в морду, может, побежит сразу за тобой. Давай эту загоняй сразу, слышишь? Того придурка загоню, давай. Иди, иди, иди. Иди. Иди уже. Да хватит чухаться, а все, что видишь. Жарко. Ну, уже летошь. А вы видите, они маленькие как-нибудь. Идем! Рыжая! Старян вот это. Давай, Илюха, пошла, пошла! Выдволь! Все, нагулялась. Выгулял. Жопу свою. Ты насыпал-то, да? Закрывай, а что ты? Все, давай, гони тут. Не, давай высыпем, Илюх. Давай ее, этот самый, осуществим. Все, поросяток нету, поросятки уехали. Сыпать? Да, сыпем. Кормушка у нас теперь, у нее теперь будет, этот самый, одиночная, бункерная. Сейчас ей будет удобно давать есть, а то она у нас, молодец. Свинка, отлично. 11 поросяток в первый раз, 10. Точнее, 10 в первый, а 19 во второй. Поросятки продались. О том, сколько мы выручили с этого опороса ее, вы можете посмотреть в следующем видео. Не поленитесь. Будет интересно, кто захочет разводить. Кстати, Вовчик, давай! Вот посмотришь и определишься, стоит ли заниматься с сливами. От себя хочу сразу отметить, что стоит. Капиталовое уважение вернуться. Вот и все, Илюх нормально достает. Все новое место. Слышишь, мне кажется, она его оторвет, не? Посмотрим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго!